В эфире? Да. Товарищи, добрый вечер. Я сегодня с кофе Йоупсом. Из новой кофе-машины. Такая чистая, да? Это красивая новая кофе-машина. Так, поздоровую все-таки на английском, потому что много друзей и насранцев. И насранцы будут расставить. Hello, everybody. Bonjour, mes amis. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, mes amis. What to tell you? I'm in Moscow. Weather is good. Weather is good. It's sunny. It's still warm. It's still sunshine. And beautiful sky. But it's set here. I don't know why it's always set here. Да, вот о чем я, собственно, хотела сегодня поговорить в самом начале, да, перед тем, как мы переступим к основной теме. Никак не могу включиться в московский режим. Даже не то, что в режим, а вот вообще на Москву как-то настроиться. И чем дольше отсутствуешь в Москве, тем сильнее потом видишь контраст, сильнее ощущаешь разницу. Я не буду ругать Москву там или Россию. Я люблю Москву. Я сама москвичка. Это мой родной город. Ну, блин, как же это сильно ощущается, когда откуда-то прилетаешь, особенно когда долго отсутствуешь. А я с детьми всегда улетаю надолго. Насколько всё по-другому как-то более пасмурно, что ли, несмотря на хорошую погоду, несмотря на прошедший чемпионат у нас в стране, несмотря на тёплую осень, да, несмотря на много позитивных, положительных вещей, всё равно, ну, какой-то здесь постоянно апсет. Никто не здоровается с тобой в лифте, как в Америке, да, там, никто на прогулке не расспрашивает тебя о погоде, о природе, о собачках, там, как в Европе, да. Ну, как-то, ну, не такой веселый и добродушный народ. И как-то всё очень, я не знаю, ну, вот смотришь на лица людей, а не то, чтобы все страдают, да, но, блядь, все выживают. Вот, вот, Россия, она вся выживает, выживает из тяжёлых, сука, времён, из каких-то тяж, работы, обременений, не знаю, прям, очень сильно на контрасте это видно. И я, вылетая из Майами, думаю, ну, нам-то быть в печали, да. Я даже радостно собиралась, я так хотела обратно, скорее, там, в Москву, и, ну, ура, ура, тут, там, повеселюсь, там, схожу туда-сюда. Честно вам скажу, вообще никуда ещё ни разу даже не сходила. Ну, даже вот просто, ну, не было настроения. Вот сегодня первый раз, вы видите, я нарядилась, собралась. Сегодня первый раз, пойду сейчас гулять. Вы там можете параллельно задавать вопросы, оператор строг, но всё, блюдёт, сфотографирует, посмотрит, запомнит и хорошие вопросы прочитает. Вот, поэтому даже не было настроения никуда уходить гулять. И я думала, ну, меня это никак не застронет, не застанет, не затронет. Осенняя хандра, это не про меня. Осенняя печаль, это не обо мне. У меня вообще всё супер, у меня всё классно. А нет. И меня не обошла осенняя хандра, вы представляете? Насколько я отгораживалась от этого и думала, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, это не со мной, это не происходит. Мне, блядь, пришлось сознаться, это происходит действительно. Осенняя хандра московская напала и на меня. Пришлось с этим согласиться и смириться. И вот тут вы меня спрашиваете, да, часто, как я выхожу из таких состояний грустных или там депрессивных, а бываю ли я вообще там в плохом настроении. Безусловно, я обычным человеком, конечно, я бываю грустной, и, конечно, у меня бывают плохие дни. И дни, и ситуации, и жизненные случаи, да, мы все люди, все смертные. Ну, несмотря на то, что я богиня и царица небеса. Вот, как я из этого выхожу? Помимо того, чего я вам уже много всего перечисляла, да, там, обниматься с животными, там, с большими животными лучше, нет животных больших, обнимайтесь с маленькими, нет маленьких, обнимайтесь с деревьями. Это действительно очень крутая практика, обниматься с деревьями в парке, походить, погулять, выйти на природу, поплавать в бассейн, спорт, заняться чем-то, да. То есть, помимо всего, что я вам уже много раз перечисляла, есть такая тема у меня с этим индийским гороскопом. Сейчас я вам расскажу поподробнее. Я много, да, раз про него уже так упоминала, вскользь и рассказывала, но никогда этому не посвящала, прям много времени. Сейчас вам расскажу подробно, вы можете задавать параллельно вопросы, я потом обязательно отвечу. А что я делаю, вот, с чего я начала, да, что я вот грущу, да, допустим. Я уже не говорю вообще о жопных ситуациях, которые вот у меня недавно были, да, и когда ты вообще сидишь в черной-черной заднице и не знаешь, что с тобой будет завтра, и ты не то, что свет где-то там в конце туннеля не видишь, ты вообще не понимаешь, а стоит ли тебе жить дальше, да, и вообще какое у тебя будущее, что тебя ждет, то есть ты в полном уныне. И вот тут-то очень сильно помогают вот эти вот гороскопы индусские. Это ведический астропрогноз называется. Это не впадает человек в астрал, он ничего не видит на вас, не сканирует, да, он не гадает на кофейной гуще, на чашке, да, не выдумывает вам рассказ, проходящий через призму его жизни и его понимания, да, то есть кофейная гуще, да, человек гадалка, она видит что-то, вам рассказывает что-то, она может быть и крутая гадалка, и круто видит, но в любом случае вы должны понимать, что человек пропускает этот рассказ для вас через призму своей жизни, через призму своего понимания, мировоззрения, да, и так далее, вообще всей своей жизни. То есть тут уже как бы ваш вопрос, да, верить в это во все, не верить, там, насколько это совпадает, не совпадает, ну, гадалкам попозже, да, перейдем, сейчас я про агроскоп хотела сказать, про астропрогноз, почему я так ему доверяю, почему он даже меня спасает вот в такие хандровые моменты, я беру эти листы, перечитываю, что там у меня по плану, мне сказали, по каким периодам, что у меня, когда будет, и сразу жизнь налаживается, даже несмотря на то, что сейчас тебе грустно, и сейчас может быть там какая-то плохая ситуация, там, я не знаю, сломалась машина, кого-то ударило, месячные, ну, что угодно, да, я уж не беру такие крупные проблемы, да, берешь бумажечку, смотришь, а вот, ребят, там уже расписано по периоду, ну, вот данный пандит, да, он делает на 5 лет. В детстве у меня мама водила к такому пандиту, он не делал, вообще детям до определенного возраста делают в общем на всю жизнь, да, то есть там в общем на всю жизнь была такая, мама тетрадочка, там все было записано, вот, ты берешь это дело, смотришь и понимаешь, в принципе, план на жизнь у тебя уже есть, и очень неплохой, и очень даже радостный, вот, да, в любом случае всегда будет в вашей жизни что-то хорошее, может быть не сейчас, может быть попозже, может быть через месяц, может быть через год, когда я пришла первый раз вот к этому пандиту, о котором я вам сейчас буду рассказывать, у меня был очень тяжелый период, и хороший, позитивный период должен был начаться только через 2 или 3 даже года, и несмотря на такой длительный срок, я все равно читала свой астропрогноз, и настроение у меня сразу поднималось, и я реально начинала сразу радоваться, и как-то воспривала, не знаю, как сказать, воспрять, только в прошедшем времени, воспривала духом, потому что я видела свет в конце туннеля, в конце вот всей жупы, в которой я находилась, негритянские, я видела что-то радостное и просвет. Собственно, это один из способов, пожалуй, даже самый сильный, как я себя вытаскиваю из вот таких вот депрессивных моментов. Но это прям должен быть пипец депрессивный, депрессняк случится у меня, то есть действительно что-то такое серьезное, плохое, тяжелое, какая ситуация, когда я беру эти записи, перечитываю, смотрю и думаю, блин, ну что за глупость, ну чего вот я там сейчас сижу и печалюсь, ведь все так здорово, и так классно, и совсем-то и не за горами, понимаете? Когда ты сидишь в полной заднице, то тебе и два, и три года, когда будет вообще все супер, покажется вообще ничего. Ты понимаешь, что ага, сейчас надо брать себя в руки, заниматься там детьми или там спортом, вдариться там в изучение языков, там заняться своим телом, я не знаю, ну ты тебе сразу так-так-так что-то выстраиваешь, планчики себя занимаешь и понимаешь, и ты уже живешь с чувством светлым, что у тебя будет что-то светлое впереди. Тупак, у него такая очень есть известная фраза, после каждой темной ночи обязательно наступает светлый день. Не бывает такого, чтобы не наступило утро и не стало солнца, не бывает такого. Поэтому всегда после ночи приходит рассвет, имейте это вид. Так вот, теперь я вам расскажу про этого пандита. Он, кстати, приезжает 1 октября в Москву, собственно, почему я про него вспомнила, стала вам все рассказывать, он мне написал, что 1 октября будет в Москве, можно будет к нему лично попасть. Также можно и по скайпу, да, у меня многие спрашивают, можно ли с ним пообщаться и с другой стороны. У меня много девчонок из Америки, из Испании, из Франции, из разных стран, общаются с ним по скайпу без проблем. Что такое вообще вот эти вот брамины? Да, все знают, что в Индии поделено все на касты, под касты, там низшая каста, там есть самый низкий слой, это вообще неприкасаемый называется, самый верхний слой, высший, называется брамины. Ну, как бы сказать, так как на наш православный лад переладить, то это, наверное, святые, к лику святых люди причисленные. После них уже идут боги, ну, много разных, да, божеств. Вот, то есть они, можно сказать, напрямую связаны уже с самым светлым, да, с самым высшим, с богами. В разных религиях по-разному, да, божественные силы, Аллах, Бог, там, как угодно назови, да, в общем, смысл один, понятно, да, и это уже та каста, которая к этому высшему светлому самая-самая-самая близкая. Это не просто так, потому что он родился и решил, а, будь броменом. Это передается из поколения в поколение. Это отец выбирает, я не знаю, как выбирает, не буду врать, наверное, старшего самого сына берет, я так думаю, старшего. Не знаю, как он выбирает, в общем, сына, потому что у них много обычных детей, семьи, вот, выбирает себе сына и воспитывает его, вот, прямо от пеленок, уже во всем вот этом вот ведическом знании, ведической культуре. Он учит, естественно, астрологию, гороскопы, все-все, на любые науки, он знает санскрит, английский, безусловно, свободное, ну и так далее, да, то есть человек прямо с нуля, он заточен только вот, как бы, на эту науку. И это передается у них, как я говорила, из очень-очень древнего поколения, и вот этот пандит, которого зовут Каджил Шастре, вы можете его набить в гугле, он достаточно известен, вот. Он в 20-м поколении астрологический, астрологический астролог, ведический астролог. Почему я именно за индусов, чтобы они рассказывали, есть, безусловно, и русские знатоки. Я была однажды у такой женщины, по-моему, в 21, что ли, или в 22, я делала также у нее натальную карту, это составляется натальная карта. Ты говоришь свою дату рождения и время рождения, надо знать время рождения, ну и город где-то, в каком городе родилась. Компьютер. Не человек сидит там, рассчитывает, да, а это компьютер. У него есть определенная программа, там какая-то система завита. Он выдает тебе такую карту, называется натальная карта. Там звездочки, закорючки, черточки, полосочки расставлено. Все у тебя на этой карте просто, ну, каждая точечка, закорючка обозначает то или иное созвездие, которое стояло во время твоего рождения, именно в эту минуту. Солнце в чем? Луна в ком? Созвездие Скорпиона в Деве? Марс в Венере? Кто в этот момент Нептун где там рядом проплывал? То есть вот полная карта звездная, астрологическая. Ее составляет компьютер. Ты ее можешь даже, по-моему, в компьютере сама даже набить. Дальше цимус в том, как ее прочитает профессионал. И тут я настоятельно вам рекомендую, потому что я была у трех разных броминов за течение своей жизни. И у русской тоже женщины достаточно, по крайней мере, она производила такое впечатление, у мудрой, взрослой женщины была. Вот, я это все прошла сама. Я вам настоятельно рекомендую делать это только у индусов. Не обязательно у Каджола, есть варианты у вас другие, делайте у любого другого. Но я считаю, что это должен делать человек, который рожден в этом вообще. Индусы, они там родились в этих ведах. Для них ведическая культура и астрология, они в этом родились. Я не знаю, но вы заставьте американца такого, настоящего из Техаса, сварить вам борщ украинский. Ну, или хотя бы русский. Понимаете, да? То же самое, когда наш русский человек читает ведический астропрогноз. Это то же самое. Конечно, он найдет и свеклу, и капусту, и чеснок, и по рецепту он все это в кастрюле смешает, да? И получится тоже бордовая вода. Только захотите ли вы эту бордовую воду есть? Здесь то же самое. Как-то поучившись, натальную карту может прочитать любой человек, который этим займется. Но, безусловно, этим должен заниматься человек, который в этом родился и всю жизнь прожил в этом, занимаясь только этим. Более того, передавалось это знание от отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну много-много поколений. Это очень важно. И сейчас я вам расскажу немножечко про себя, да, чтобы вам, наверное, заинтересовать вас, вам, наверное, интересно. Когда я была маленькой, еще в семилетнем возрасте, моя мама отвела меня первый раз вот к такому вот индусу. И он мне составил, как и моим детям, я тоже сейчас у этого пандида составила, детям составляется в общем, на всю жизнь. Хочу вам сказать, что сбывается все подчистую. Плюс-минус, там немножечко по срокам, да, что-то произошло раньше, что-то произошло позже. Ну, там немножечко, да, сдвигается. Я еще и не уверена, что я правильно сказала время своего рождения. Мои родители до сих пор не могут вспомнить в 2.30 я родилась или в 3.30. Вот, поэтому, конечно, ну, тут могут быть небольшие огрехи по времени, но все же все сбывается очень четко. Такие моменты, например, как, ну, я уж так сильно в подробности вдаваться не буду, ну, вот, например, было сказано, что я выйду замуж 2 раза, что у меня будет 2 мужа, что второй муж будет иностранец, что у меня будет двое детей-то минимум, дальше, если захочу, еще там может быть, что я буду знать очень много языков, буду летать вот по всей планете, буду вообще человеком всей планеты, да, как бы везде буду. Это тогда, чтобы вы понимали, СССР был железный занавес, никто никуда не вылетал, никто никаких виз за граждан и спортов не имел. Вот, то есть тогда это был просто шоковый гороскоп. Вот, я действительно разговариваю на нескольких языках, хочу в любую страну меня поместить, я там 2-3 дня посижу и все, я начинаю объясняться более-менее там и на итальянском, и на испанском, потому что я свободно разговариваю на английском, то есть уже остальные языки ложатся легко. Действительно, я не учу их специально, я приезжаю и сразу начинаю основные фразы и болтать, реально. Ну, что у меня будет, там много машин в разных странах, и это правда. Я вот сейчас смотрю, а это же действительно так. У меня была машина в Майами, у меня была машина 2 во Франции, у меня была машина, не помню, где еще в Италии, и машина в Москве даже не обсуждается, да. То есть... А, еще про машину такой интересный момент, он сказал тогда мне 7-летней, что у меня будет кабриолет нежно-розового цвета. Вы знаете, у меня был кабриолет, ну, я тоже, наверное, об этом говорила, мне однократно муж подарил мне кабриолет. Единственное, что не нежно-розового, а нежно-голубого. Да, ну, вот тут чуть-чуть он ошибся с цветом. Вот, то есть вот до таких велочей, представляете? Ну, как бы это было в общем. А сейчас вот я сходила 3, ну, наверное, даже 3,5 года назад, когда у меня была тяжелейшая ситуация после смерти мужа. Опять же-таки приехал вот этот бандит, я его тогда не знала, так близко с ним не дружила, как сейчас. Вот, и я просто пошла. Просто пошла, потому что я хотела сделать именно вот на 5 грядущих лет, а он делает взрослым только на 5 лет. Говорит, переживите эти 5 лет, а потом придет сно. Вот, и я пришла, и в жесточайшем вообще положении, в жутчайшем состоянии, и в депрессии, ну, можете себе представить. Я не знала, куда бить, что делать, куда сувать деньги, которых уже и так нету, вообще, как все это, суды, муды, предатели, враги, друзья. Короче, все смешалось в доме Агломских. Я к нему пришла, и он мне так все выстроил по планчику, вот так вот годик за годиком, по периоду, так все рассказал, так все это было, ну, я не могу сказать, что позитивно, но в конце всего рассказа был позитив. И я поняла, что пройдя через стерни к звездам, будут звезды. И я взяла себя в руки, и оттуда вышла абсолютно в другом настроении, окрыленная, какая-то заряженная. Вообще, рядом с таким человеком понаходиться, это, конечно, ну, не то, что туда тронуться, там, до солнца, да, как и кара обжечься, но вы находитесь рядом с очень просветленным, высоко духовно настроенным человеком. Он не ест мясо, рыбу, он так очень, ну, они все такие. Они там постоянно в Индии молятся, ну, мантры читают, да, по-нашему молятся. То есть они очень за этим следят, у них там одна жена, пища, вода, все это действительно очень чистые и светлые люди. И когда ты рядом с ним находишься, ты начинаешь ощущать этот свет, ты сама становишься как-то более возвышенной, ты забываешь о проблемах, о вот этих приземленных склоках, ссорах, каких-то мелочевках, и ты понимаешь, насколько все это мелочные, те проблемы, о которых ты переживала, еще вот пять минут назад еле к нему, приходишь, садишься, и он просто вот своим состоянием, своей улыбкой, он как-то вообще все меняет, все состояние в комнате, все люди меняются вокруг него на позитив, действительно, это правда так. Что я хотела рассказать? Ну, много таких интересных вещей, которые, естественно, сбылись, почему я так в 200% всем говорю, да, когда спрашиваете, а стоит ли это того, а надо ли идти, да, стоит. Да, действительно, стоит, да, действительно, все совпало, и третий бромин был там посерединке между ними, да, я, если честно, даже не помню, кто это такой, как это ему попало, я случайно сейчас разгребалась, бумаги нашла. Все эти три гороскопа между собой плюс-минус действительно идентичны, они действительно совпадают, и действительно все, что сказано, все сбылось. Ну, сейчас продолжает сбываться, да, вот посмотрим, как все будет. Это самое интересное. Вот, но он сказал, что я выиграю в суды, он сказал, что я буду победителем из этого всего, он поставил сроки, он ответил на все мои вопросы, которые меня волновали, и какая-то часть этих вопросов уже сбылась за три года, и действительно все произошло так, как он сказал. И я, конечно, оттуда вышла радостно, но меня так терзали сомнения, ну, неужели это все так и произойдет, ну, как это правда, да неужели ведь, потому что выглядело все ужасно. И я думаю, блин, ну, если это действительно вот так все сбудется, как он произойдет, ну, я просто упаду, наверное, не знаю, откуда. Ну, я не знаю, что со мной будет. И когда это сбылось, я ему звонила и кричала, то есть, там, когда я выиграла суд, и дальше уже по накапанной, когда начало все это сбываться, очень многие мои подруги к нему сходили, русские и не русские, и у очень многих все действительно тоже сбывается, там, у одной, даже маму спас от рака, ну, как спас, он сказал вовремя обратить на то-то и на то-то внимание по-медицински. Он не сказал, что онкология, он просто сказал, на что обратить внимание, и вот что ей сейчас очень нужно. Она пошла вовремя, сделала обследование, вовремя нашли, вовремя спасли маму, то есть, даже вот такой случай был. Ну, таких, на самом деле, таких знаковых событий много, там, какого пола дети, он сказал, это предыдущие еще, предыдущие, там, что я буду счастлива, что я буду жить и в России, и в Америке, это так и есть, что я буду счастлива вдали от дома, этой осенью я точно это поняла, я счастлива вдали от дома, что будет средняя помощь у меня от родственников, ну, это, видимо, мне не хотело расстраивать, средняя помощь от родственников, средняя помощь у меня есть, только бабушка с дедушкой и мои, и вот Карена, родители, понятно, да, что от родителей Карена там вообще не то, что помощь, а они просто сошли с ума. Наш дедушка Жора, он ходит в налоговую, ходит в прокуратуру, он пишет анонимные письма на меня, вы только подумайте, он хочет лишить меня каких-то там прав, уже давно-давно все закончилось, продолжает ходить, писать на меня кляузы и стараться, ну, хоть как-то мне насрать, ну, хоть как-то сделать мне похуже, хоть, ну, где-то мне засандалить, представляете? Вот я вот думаю, вот я с утра встаю, да, у меня там список дел, там, заехать в банк, поехать туда, там, сделать все то дело, там, заехать, купить детям то-се, там, кофемашина, там, вот у меня список дел. Вот люди с утра встают, да, 80 лет людям, ну, там, попили чай, съели сырников Зинаиде Антоновне, и дальше у них, блядь, список дел. Съездить к приставам, заехать в налоговую, написать жалобу на Улановскую, 850 раз, Улановская, так, что там сдать, так, встретиться с адвокатом по Улановской, Улановской, кстати, у них каждый день список дел, первого, вообще номер один, начинается с Улановской, вы представляете? То есть люди живут только идеей, как-то мне вот напоганить, только вот этой вот с улобой и ненавистью. Представляете, если вот эту идею у них забрать, мне кажется, они умрут сразу, им жить станет незачем тогда. Если у людей забрать идею, мне вот хоть как-то насолить, у них все, смысл жизни потеряется. Вот такая ситуация у меня с теми бабушками и дедушками. С моими бабушками и дедушками, ну, у меня прекрасные родители, я их очень люблю, безусловно, они молодые, современные, ну, классно, я спокойно с ними могу разговаривать на любые темы, там, ничего от них не таить, мне с ними легко, там, знают все мои друзья, такие молодежные, современные родители, это очень здорово. Ну, как бы бабушки и дедушки, они не играются. Они не бабушки и дедушки. Мы вот приехали, да, там нас не было очень долго, но до сих пор ни мама, ни папа не приехали с ними увидеться. Я уже не говорю там о том, чтобы там подъехать, я не знаю, забрать детей на футбол, или там забрать в кинотеатр, или там сходить с ними в зоопарк, да, погода шикарная вторую неделю стоит. Я не знаю, да просто вот выйти там во двор, я не знаю, в Макдональдс у нас по домам, да, сходить в парке посидеть. Ни один из них, ну, они из разных мест, они у меня там уже больше трех лет, не живут вместе. Ни один из них не приехал детей, даже вот ни 15 минут не поднялся с ними, просто поздороваться, там поболтать, как лет провели, как что. Это странно, конечно. Я как бы не серчаю, я уже эту ситуацию пережила, я не могу заставить любить моих детей, да, или там просить кого-то, хотеть их увидеть, там, хотеть с ними пообщаться. Они такие, они реально такие классные, у них сейчас самый клевый возраст, когда они болтают, вот сейчас они на музыку пошли, Филя с этой гитарей сидит, Даню все время барабаны там. Ну, мы, я флейту свою достала, да, я вчера показывала вам, да, у нас такая музыкальная семейка собралась, сейчас на вокал пойду, пою, будем вместе что-то играть. У нас вообще-то дедушка, мой папа, да, у него был свой ансамбль в свое время, я уже не говорю о там футбольном его прошлом, а, я рассказывала, как они в футбол играли. Странно, как бы, они не торопятся скорее увидеть детей, которых не было долго. Как бы, если моя мама, она хотя бы видела перед нашим отлетом, она заезжала, она видела парней, то я вчера осознала, случайно вспомнила, что у Данилы скоро день рождения, так вот, мой папа, он видел последний раз детей на Данин день рождения, а это 2 декабря. 2 декабря мой отец видел детей, блядь, которые живет со мной, вообще, на соседней станции в Москве. Ну, это вообще нонсенс. Так что вот так вот, странная такая у меня ситуация с родственниками сложилась. Одни мечтают видеть детей, а я знаю, как там, вообще, они обожают, конечно, этих детей, и очень бы хотели их видеть, и забирать, и играть, и все. Но разосрались в пух и прах со мной, просто в пух и вдрызг. А другие в хороших отношениях со мной, ну, не хотят им какие-то. Не хотят их брать. Не хотят их даже чуть-чуть увидеть. Странно. Мать моя приехала, ну, документы мне привезла внизу, мы встретились. Ну, и она еще болела, поэтому не поднялась в тот момент. Узнала, значит, с основной новости, что я не эмигрирую завтра, я не выхожу замуж завтра. Узнала, значит, что дети не улетят в течение первой недели. А, ну, ансо, давай, пока. А, ну, все, хорошо, хорошо. Спичимся, звонимся. Ага, давай, давай. Все. Вот такие вот у меня. А почему я это вообще все говорил? А, потому что у меня средняя будет поддержка от родственников. Да, от родственников поддержка средняя, скажем так. Вот. Что еще он такого сказал, что уже прям стопудово сбылось? Говорил, что первый муж умрет? Где-то задают вопрос. Нет, не говорил, что первый муж умрет. Сказали, что будет два мужа, второй будет иностранец. Я прям помню себя, как я в семь лет шла с мамой через дорогу от этого индуса и чуть прям вот не плакала, прям усиралась. Мама, ну как же, ну как же я уйду от первого? Ну что же я ему скажу? Ну как же, мне же его жалко. Он говорит, Дашенька, ну ты доживи до этого момента, там придумаешь, что сказать. Нет, ну я не хочу за иностранца. Я не хочу быть с иностранца. Вот. Только такие были подробности. Никто не говорил, что он умрет. Они бы сказали, что он умрет. Они бы и причины сказали. Если бы я попросила составить гороскоп на него, дала бы его дату, его время рождения, вот. Тогда это уже отдельный гороскоп, следующий на следующего человека. Они быстренько все это составляют в карту, читают про него, бы они, конечно, это сказали. Тогда была речь обо мне, я в 7 лет, я не знала дату рождения, Кареном. Вот. Поэтому они не сказали мне о том человеке. Они этого и не видели. Они видели только, что касается меня. Вот. Что касается других, да, обычных гадалок, да, сейчас перейдем. Там как еще много вопросов, или я расскажу? Расскажу. Вот. Про обычных гадалок. Честно вам скажу, это, конечно, дело такое очень тонкое, и дело, конечно, каждого человека в отдельности, да, дело веры в эту, верить его в это сами или нет. Потому что тут наплести можно стрекурово. Я люблю разложить картинышки по сеансик на королях, кофейную гущу там перевернуть, да, чашку там посмотреть. Каждая дама хочет знать, что происходит с ее королями. И вообще, как там обстановка с королями. Да, есть такая песня, ну что сказать, ну что сказать, про гадалку песня, да, всем известная. То есть тут, как я вначале и говорила, вы должны заранее просто воспринимать или не воспринимать этого человека, который вам гадает во все, он вам как бы подходит энергетически, по духу или что-то. Потому что разложить тару тоже научиться, да, может кто угодно. Рассказать, что у тебя в чашке из калякуль кофейных, тоже ты можешь наплести с три короба, да. Тут тоже надо подходить так серьезно к этому моменту. Гадалка тоже должна быть очень серьезная, которая передается даже не с поколения, а от бабушки через поколение. Такие знания обычно передаются через поколение. От бабушки к внучке. То есть мама там пролетает, понимаете, да. Ну, это, как правило, должны быть узбеки, татары, корейцы. Вот, они очень сильны в этих делах. Ну, и тут же, опять же таки, да, ну, кто во что верит, да, у кого что сбывается, у кого что не сбывается. Мы знаем много таких смешных историй у девчонок там. Одной она там что-нибудь нагадала, рассказала, вообще прям точку, все прям сбылось один в один. и так и есть, там и про прошлое рассказала, и про будущее. Вторая за ней сразу же там приходит, не попадает ни во что, вообще ни во что, даже не видит сейчасной ситуации такой достаточно яркой, вот, и не говорит ничего, вообще плетет херню. Поэтому это тоже раз на раз не приходится, как бы это вот случай, такого там хорошую угадалку надо найти, она должна как-то случайно в вашем поле зрения появиться, если она вам действительно нужна, то это как бы человек сам к вам притянется через кого-то, да, и вы поймете, что он вас устраивает, и вам там действительно подходит все, что он говорит, и он попадает. Вот. Ну, тут, конечно, да, если, как говорится, бабка надвое сказала. Что касается и индусов, и натальных карт, то это 100%. Ну, это 100% точняк, верняк, потому что вот она, твоя дата рождения, вот оно, твое время рождения, его никто не вытумал, вот его забили в компьютер, вот программа выдает твою натальную карту, дальше стоит только прочитать. Тут никто не впадает в астрал, никто не смотрит в стеклянный шар, понимаете. Хотя, безусловно, и такие профессионалы тоже есть. Ну, собственно, пожалуй, и все, что я вам хотела рассказать. На эту тему задавайте вопросы. Вот Саша Вейбер, прям перед глазами. Даша, а ты в приметы веришь? Ко мне утром на днях синица залетела на кухню, а вечером лягушка в прихожей. Хер пойму откуда. Честно, даже не по себе стало. Саша? Сашка, Вейбер. Вот так вот. Но лягушка – это обычно к деньгам и к принцу. Лягушка – принцу и к деньгам. Я верю в приметы. Вообще, я вам уже в каком-то эфире говорила, чувственный человек, который чувствует в первую очередь себя, да, очень чувствует свой организм, свое тело. Женщина, да, которая чувствует себя очень хорошо. Она знает, когда у нее придут месячные, она знает, когда у нее овуляция, она знает, когда у нее какой-то орган собирается, там, заболеть или там, да, то есть она себя очень чувствует и со всем своим организмом в ладу, она чувственная, она чувствует и природу, да, и внешние, да, обстоятельства, и людей. Такие люди, они очень хорошо читают знаки. Знаки с вами происходят каждый день, каждый божий день, каждые пять минут вам Бог посылает знаки. Их надо только уметь читать, уметь видеть, чувствовать, да, интуицию развивать. Поэтому я очень верю в приметы, я не то, что в них верю, они просто есть, это даже не приметы, это просто знаки, которые тебе планета, вся планета живая, она с тобой постоянно разговаривает, общается через людей, через приметы, через погоду, природу, через все, ты это видишь все. Просто надо уметь на это обращать внимание. Жаба у меня всегда была к деньгам, а если лягушка на пороге, то это вообще хорошего принца жди. что там еще, синица, ну, наверное, на какая-то весть хорошая, синичка, птичная синичка. Вот я знаю одного человека, у него, когда прилетает птица черная, ворона там, или ворон, или там сорока, то стопудово кто-то умрет, плохая весть. И всегда она работает, вот работает. Это каждый человек про себя на самом деле должен знать, какая примета у него, как работает. Потому что у меня, например, пролитая вода, это к сексу, если я случайно что-то пролила. Вот, а так вообще у меня все где-то. Как отпустить чувство вины и перестать переживать о близких? Кажется, что чувство вины провоцирует стрессы. Так ли это, Даша? Чувство вины провоцирует стрессы? Провоцирует стрессы. Стрессы провоцируют вообще много чего. Ну давайте теперь сидеть все стрессовать. Проблема в чем? В том, что человек переживает за близких. То есть вам очень нужно быть нужными, хорошими, оцененными. Это из детства идет недооцененность. Вы стараетесь уже во взрослом возрасте показать людям, насколько вы полезны, хороши и нужны. Вот вам надо это осознать. Не надо метать бисер перед свиньями или не перед свиньями, не важно. Не надо выскакивать из трусов и доказывать, какой вы хороший человек, как хорошо вы умеете ухаживать за этим и за тем, и делать для этого и для того и для сего. Это никому не нужно. Это обесценивается. Очень быстро. Начните с себя. Любите в первую очередь себя. Я это говорю каждый сотый раз. Любить надо в первую очередь себя. Кстати, эфир о том, что такое любить себя подробно, в подробностях на 55 минут я выставлю на YouTube, но буду давать на него ссылку только тем, кто мне в личку закажет этот просмотр. Я его не буду выставлять на общий просмотр. Я буду его давать только тем людям, которые напишут мне, Даша, я хочу посмотреть, что такое, как любить себя. Я объясню, почему. Я этот эфир проводила на платном канале девчонкам. Ну и как бы это нечестно, они все за него заплатили, чтобы его посмотреть. И тут вся публика будет бесплатно. То есть он будет стоить каких-то там 500 рублей. Он уже там. Он уже на YouTube. А, он уже на YouTube. Он оператор на него вообще. Все успевает. Вот. Поэтому начинайте с того, чтобы любить себя и делать для себя, а не для кого-то вокруг. Как ты относишься к людям, которые делают вид, что они при деньгах, а сами гуляют за счет благополучных? Очень наболевший у человека вопрос этот по жизни. Как я к ним отношусь? Да, к этому. Я их всех послала на полу совсем недавно. Вот так я к ним отношусь. Потому что вокруг меня были в основном такие люди. Вот. И как только у меня случились проблемы, все эти люди сразу же вскрылись. И все сразу послетали. Все сразу показали себя, как они реально в тяжелых ситуациях себя будут вести. И я очень рада, что они все подскрывались. Я очень рада, что я поняла, что это были не друзья, что они с тобой пребывали только когда тебе было хорошо. Потому что такие люди рядом надолго не нужны. Это все шелуха. Ее надо быстрее отметать. И не переживать об этом другом. Ну, 2-3 дня, там, недельку, там, ох, помер Максим. Ну, и хер с ним. Так, комплименты. Ты очень великолепно выглядишь в этом образе. Спасибо. Большое спасибо. Господи, гуляй. Вот, прям сейчас. Ух ты какая сегодня. Да. Шикарно выглядишь. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Так, про Таро мы ответили, да, и как гуще кофейный ты относишься. Таро, вы понимаете, я люблю карты Таро. Это картинки, да. Как ты их истолкуешь, как ты человеку это расскажешь, так человека ты должен и съесть. То есть, опять же таки, это, ну, как это, человек, то, что тебе скажет, да, то есть, это сказка, ну, грубо говоря, то есть, это то, что сказывает тебе человек. Если вы этого человека воспринимаете, как авторитета, да, в этом деле, если вы его принимаете, да, там, как-то физически, там, морально, да, если вы ему доверяете, тогда вперед, пожалуйста, там, на чем угодно там гадайте. А вот девчонки гадают, что у тебя за Сергия, ответим. Сергия называется люстра. А фирма? Хотя, знаете, фирма. Так, хорошо. Как зарядить мужчину на финансовый успех? Как зарядить мужчину на финансовый успех? Да. Какой-то определенный случай, он идет на что-то, вам надо ему дать, именно на конкретную встречу, огненного шара? Нет, нет, нет. Или вообще? Это, видимо, муж, потому что дети не помогли, то есть рождение детей ему тоже не помогло. Ну, как? Значит, вы наверняка забиваете все дыры, сами закрываете, да, то есть у вас мужчина где-то там, тут там, да, подхромнул, да, там, не дотянул, где-то там зарплата упала, там, с той работы ушел, или там начальство понизило, или еще что-то, да, то есть где-то финансовая прореха. Тут, бац, вы сразу его подоткнули. Он где-то там, ну, пытается решить какие-то вопросы, да, встать на ноги, как-то там разрулить, а вы, бац, и здесь сразу прикрыли его, да, своим финансовым моментом, свою возможность, да, какую-то вставили. и получается, что вы не даете человеку, мужчине самому разобраться с этой ситуацией, самому подняться и пойти опять на двух ногах, разрулить эту ситуацию, выправить для себя, для своей женщины, для своих детей, для своей семьи, встать и выправить ее. Получается, что вы ему подставляете костыль здесь, подставили костыль здесь, тут помогли, тут закрыли, и у вас получается, что вы сами вырастили инвалидов, он и идет у вас все время, опираясь на вас, то там, то сям, он уже привык, он знает, что есть манька, которая всегда поможет, прикроет, мань позвонит, у папы займет, там возьмет, машину продаст, шуб продаст, и везде все прикроет и закроет, и он уже привыкает, что маня все решает. Самое лучшее, это отойти. Отойти, когда у мужчины случились проблемы финансовые, отойти на безопасное настроение, и не трогать, просто говорить, я тебя люблю, я в тебя верю, у тебя все получится. Искренне, я в тебя тотально верю. Вы же верите, когда ваш ребенок ползает по ковру, что через какое-то время он встанет и пойдет. Вы же не думаете, что он будет всю жизнь ползать по ковру. Вот так же в своего мужчину тотально верить, что он встанет и пойдет. Он не будет всю жизнь на одной ноге, понимаете, болтаться, потому что кто-то там ему дал пендали на работе. Просто тотально верит любить, целовать, обнимать. Верит, что он встанет и пойдет и решит эту проблему для вас. А не делать само инвалида и своего мужчину. Не надо затыкать дыры за них. Вы женщина. Все. Так, про новое окружение. У женщинка спрашивают, а как создать это новое окружение? Что тебе помогает разобраться в людях? Первое ощущение всегда точное? Никак не надо создавать новое окружение. Надо со старым распрощаться. Вот старое говно от вас отсеилось, причем чаще всего оно само отсеивается, даже не надо говорить, что отойди от меня, они сами отсеиваются. И новые люди, они сами появляются. Я за ними никуда не хожу. Они сами появляются. Кто-то звонит, кто-то появляется через кого-то, кто-то где-то там. Ну, то есть появляются люди, которые в этот момент действительно подходят к вам, потому что вы изнутри поменялись. Если вы изнутри поменялись, осознали, что вас юзали, и больше не хотите этого, не терпите, и юзеров, которые вас использовали, послали нахуй, то вы и внутри морально поменялись, вы выросли на ступень. И люди энергетически будут притягиваться к вам уже на другой ступени, другого уровня сами. Спасибо тебе, девчонка, ответила. Шубу она реально продала. О, как воду глядела. Приходите ко мне, я всем погадаю. Дорого. Дорого. Так, тебе писали, что ты красивая. Спасибо большое. Там все очень в восторге. Спасибо. Все, что я пойду гулять. Сейчас еще колготки в сетку я себе такие купила. Я уже их перед эфиром там выставила. Вот. Девчонки, у нее была странная история. Цыганка остановила ее, сказала, дай я тебе погадаю. Девчонка, в свою очередь, шла с солярия, без бумажника, вообще у нее ничего не было. Она ей говорит, типа, у меня искренне нет налички. Ну, что так? Еще подожди, подожди. Где-то тот был. Она ей в ответ, твой король, не твой. Ты встретишь своего короля через пару лет. И ушла. Да. Цыганка была права. Ну, я вам говорю, бывают люди, да, кстати, еще цыгане я туда забыла перечислить, которые действительно с этим родились. И у них действительно эти знания. И они действительно с трех лет раскладывают карты, сидят с бабульками со своими, там, в Татарстане. Понимаете? И так собирают там, и закапывают их потом заговоренные. То есть, есть люди, которые действительно этим занимаются. Испокон веков, с пеленок передают с поколения в поколение. И они действительно попадают не то, что в глаз, а прямо в бровь. Да, такие ситуации, безусловно, есть. И такие люди, конечно, есть. А поэтому в это во все и верим. Просто много шарлатанов и самодуров. А профессионалы, конечно, есть. Ты шикарная, настоящая леди. Красивая, сильная и умная. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Настоящая леди это было, да? Женка пишет, что у нее мама этим занимается уже много лет. Тогда даже и компьютеров не было. Это про натальные карты. Угу. Здорово. Здорово, здорово. Так. Очень красиво это сегодня. Спасибо. Вопрос. Как забыть человека? Живу потрясающе. Многого добилась. Но глубоко в подсознании он есть. Были и есть мужчины, объективно достойнее его. Он тоже достойный. Но забыть не могу. Ну, а почему расстались? Видимо, он вас бросил, раз такая тяжелая ситуация у вас по нему. И сколько времени прошло? Вообще, если такая сильная настоящая любовь была, то 7 лет надо себе дать пережить. Через 7 лет любовь уходит. Всегда. Любая. Какая бы сильная она ни была. Через 7 лет вам будет вообще похор на эту. Ну, как? Вы будете вспоминать, ааа, был такой секс, и он был там такой классный. И вот мы там сидели так-то на море, и там трахались там на пальме, и там что-нибудь такое. Безусловно, память, это часть вашей жизни. Безусловно, он никуда не денется и останется. И вы будете о нем вспоминать всегда с хорошим там каким-то, может быть, там, с ноткой сожаления и так далее. Ну, 7 лет надо дать себе пережить. Сколько лет у вас прошло? С пальмой ты не забудешь. Кто-то пишет, что 7 лет – это неправда. Так, давай. Нет, я не говорю, что вы забудете через 7 лет. Я говорю, что после 7 лет это будет восприниматься очень легко. У папы-сестра занималась астрологией. Всегда была права. Предсказала свою смерть. Пыталась избежать. Не удалось. Поэтому я вам говорю, что это все правда. Окно открыто, шумно люди все закроют. Ой, мне так жарко. Я в этой кожаной юбке. Ну, кто-то говорит, что у тебя звук не совпадает с картинкой. Вот я прошлый эфир, поэтому не стала выставлять. Во-первых, звук не совпадал с картинкой. Во-вторых, у меня, вот лично у меня в телефоне, на 10-й минуте вообще звук пропал. Собственно, поэтому я прошлый эфир даже не стала выставлять на YouTube. Да, если включим кондиционер, то я вообще унесет отсюда. О, кондиционер так шумит. У нас общая колеса билдия очень много. Даша, что в ночнушке, что на стиле, без разницы, все красивое. Спасибо большое, спасибо, мои хорошие. Спасибо, мне очень понравилось. Ты знаешь психолога Веронику Хацкевич? Нет. Ага. Так, значит, не поможет человек с этим вопросом. Вот кто-то говорит, что пандиды, они закладывают в твое сознание все то, что тебе говорят, что они так умеют делать. Ну, как бы... Ну, возможно. Ну, во-первых, они все, трое разных, один в семь лет, второй в двадцать, там, я не знаю, три, и вот третий сейчас, да, вот, три года назад, в тридцать два. Они все, не сговариваясь и, вероятно, не зная друг друга, заложили мне одно и то же. За что я им очень благодарна. Даже если они и закладывают, whatever. Тогда что, одному хорошее, другое? Пускай не закладывают. Кому-то плохое закладывают? Нет, они реально очень хорошие. Всегда, даже если там негативные периоды, есть и негативные периоды у людей, безусловно, есть там всякие разные ситуации. Но все равно они настолько духовно высокие люди, что они все равно тебя настраивают в конце на позитив. Они тебе все равно показывают, что в конце все заебись. Вот как-то у них вот этот вот свет, у них всегда в конце свет. Та девчонка, которая все еще грезит глубоко внутри, у нее прошел только год, и осталось еще шесть. Ага. У-у-у, так у тебя все свежо. Я так и думала, что это она говорит, все такая, на эмоциях. Я прямо вот почувствовала, маме, что мне не то, что семь лет. Там самое-самое начало, конечно, будете страдать. Три первых года вообще-таки самые тяжелые. Будете все вспоминать, и будет постоянно утром просыпаешься, и первая мысль, блядь, только о нем. И ты понимаешь, что и не надо, и не нужно, и вот все не-не-не-не. Вот все не, которые только можно, вот все нет. Но все равно он лезет в голову. Вот. Но это жизнь, это опыт, это классно. Вы потом будете вспоминать это через пять, через десять, через двадцать лет с подружками, там, с дочкой, я не знаю, там, бабуской, там. У вас будет о чем вспомнить. У вас такие яркие краски в жизни были. Вы влюблялись, вы страдали, вы там сходились, расходились, трахались, там, не трахались. То есть, ну, это жизнь, это кайф. Я даже когда страдала, все равно кайфовала. Я понимала, что вау, какая у меня яркая, насыщенная жизнь. Простите, философски ко всему, даже к тяжелым временам. Слушай, а было у тебя что-то не сбылось из их предсказаний? Нет, не было. Реально, не было. Я, ну, там много чего еще у меня впереди. У меня всего-то тридцать пять в объемах. Вот, то есть, есть то, что еще должно сбыться впереди, в будущем. Посмотрим, насколько это будет сбываться. Но из того, что вот до этого момента должно было произойти, все произошло. Все произошло. Даже больше произошло. Дашка, после твоих эфиров, такое состояние, что не хочется руки опускать. Спасибо. Я, в общем-то, на это и рассчитываю все свои эфиры. Зарядить вас своим примером, своим позитивом, что не бывает безвыходных ситуаций, не бывает сложных и тяжелых ситуаций, не бывает. Всегда стакан может быть наполовину полом, а не пустом. Собственно, это моя задача. Было. Я рад, что так есть. Фигура у тебя просто огонь. Спасибо, спасибо. Ты сегодня очень роскошная. Меня сегодня захвалили. Так, Даш, а Темникова, Юля, крестная ваша? Наша. Все, ответили. Темникова, Юля, наша крестная. Давным-давно перестала общаться и со мной, и даже не поздравляет детей с днями рождениями. Вот это очередной друг, один из тех друзей, который вскрылся и оказался вовсе не другом. К сожалению, а может быть и к счастью. Я вот, между прочим, крестная дочке Дали Экспресс. И я от своих крестных обязанностей не отказываюсь. И, в общем-то, они, я думаю, прекрасно это знают. Вот, да, и там муж Саша, вот, несмотря на взрослые расприи, да, какие-то взрослые ссоры, скандалы, или там мнения, сходы, расходы, неважно. Это взрослая жизнь. Есть ребенок, который вообще, не то что не понимает, там глубоко насрать на взрослую жизнь. Вот, поэтому, не дай бог, конечно, что-то, да, или понадобится, или будет такая жизненная ситуация, или что-то. Я, как крестная мать, дававшая обещания перед Богом, обязательно поддержу ребенка, несмотря на мои разногласия с Дали. И у меня не один ребенок крестный, у меня трое крестных детей. Я обо всех помню, обо всех дни рождениях помню, всегда поздравляю. Вот, и первые крестные девочки, она вот сейчас взрослая, ей 16, да, а Лесе 15 или 16. Я всегда привожу подарки какие-то из Америки. Вот, вижу ее крайне редко, они живут не в Москве. Вот, но я своих крестных детей не бросаю, ну, как сказать, не бросаю, да, ну, как духовно, я всегда о них помню, знаю, имею в виду, что если вдруг там что-то надо будет, я всегда обязательно поддержу всем, чем смогу, всем, чем будет. Девчонки, трагедия. Ей нравится пару бокалов вина за ужином, а ее мужчина против, а сам пьет вино. Да ладно, а что за хуйня? Забирайте бутылку, оставляйте ему два бокала, все остальное выпивайте с Ави. Да, и вот такая на этом фоне у них трагедия. Так, на твой рассказ с родственниками люди удивились. Да я сама удивилась. Ну, я уже не удивляюсь. Ну, раньше удивлялась, да. Да, говорят, что если родственники поганят твою жизнь, соответственно, они поганят ее внуком. Ну, я не знаю, как они, не понимают. Вот они ходят, уже там четвертый год пытаются насрать мне, но они же в первую очередь вредят детям. Да ну, я рассказывала это неоднократно. Дед Жура наш хотел уголовное дело на меня сострянуть. Естественно, там не было состава преступления, это было невозможно, но он ходил в несколько инстанций, ему отказали, он пошел в высшую инстанцию, все-таки меня вызвали в УБФ, все-таки у меня был перекрестный допрос. То есть он хотел по-настоящему завести уголовное дело, а уголовное дело нельзя закрыть, насколько вы знаете, да, и мы все знаем, что это гражданские дела, можно отозвать в любой момент, как две стороны договорились, да, в любой момент. То уголовное дело нельзя отозвать, если его уже забили, если его возбудили. Он хотел ему реально разбудить против меня, а с кем должны были остаться? Тогда мои дети. Он хотел, чтобы меня посадили, за какое-то там хищение, чего-то, что он там сам себе придумал. Представляете, вот настолько они ебанулись. То есть реально, и они не выжили из ума, они абсолютно в себе, адекватные, он за рулем до сих пор ездит там на работу, куда-то. То есть действительно настолько меня они хотели, не знаю, стереть с лица земли, что им срать на то, что двое маленьких детей, у которых произошло только что такое горе, хуй с ним посадим их мать. Пускай мать сидит. Плохая такая, ай-яй-яй, пускай сидит. Смотрите, насколько выжившие из ума люди бывают. Они просили внуков? Просили. Ну, в самом начале, да, до того, как не случился, весь, ну, уже совсем сумасшедший сырбор я давала детей надолго, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Потом случился уже там конфликт один, вот, когда дядя Жора орал в трубку мне, что он отрекается от сына, ну, от Карена, который умер. У них единственный ребенок, умерший в таких муках. Он мне не сын, он говно, я от него отрекаюсь, раз он оставил нас без денег. Представляете? То есть этим родителям самое важное было, это его деньги. Они из-за денег отрекаются от сына. И начинают гнобить, просто до тюрьмы хотели, а его женщину, законную жену, которую он любит. Вот такой господин дело они устроили. Вот. И, окей, я на все на это закрыла глаза, и под Рождество сердце мое растрогалось еще в первый год войны. И я сказала, окей, дядя Жор, приходите. Так он пришел, посидел с детьми, тут чуть-чуть вышел ко мне на кухню, ну, у меня студия такая, ну, гостиная с детским, помимо моей спали, все большое пространство вместе. То есть дети тоже рядом бегают и все слышат. Пришел за стол ко мне перед Рождеством и начал пугать меня уголовным делом. Я на тебя накопал материалы, я подам все в УВ, если ты не согласишься все подписать как надо, буду на тебя уголовное дело. Это я через год разжалобилась, сама пригласила в гости, пожалуйста, приходите. Ну, я как бы поняла, что это был последний. Я вам говорю, не давайте людям вторых шансов. Если они первый раз повели себя так, все, галку поставьте и учтите, что такой человек он таким останется. Не давайте вторых шансов, это бесполезно. Ну, вот Вирджин все-таки надеюсь, что твои родители посмотрят эфир и у них что-то ёкнет. Кто сказал? Вирджин. Вирджин? Ха-ха, девственница. Ага, наивно. Как девственница. Ну, вот девушке тоже отвернула вся семья ее мужа после того, как он умер. Ну, это нормально, это история стара как мир. Все, когда муж умирает, все слетаются и начинает, особенно сторона мужа, да, там, родителей, они сразу начинают дербанить все и забирать у жены все. Поэтому я вам говорю, девочки, будьте законными женами, это очень важно, потому что человек не станет, и вы никто без бумажки в нашей стране. Вот. И заранее договорить со своими мужчинами, чтобы они с вами, ну, вас ввели в курс дела, бизнеса, денег, карт, всего, чтобы вы были владели вопросом, а не так вот, как я, в жопе оказались, в полной. То есть вы должны владеть вопросом с мужчиной, со своим, быть в партнерстве, чтобы он вас ко всему подготовил, чтобы вы знали все, что где лежит и что делать. Пять секунд. Пять секунд, как быстро! Пять минут, пять минут. Я пошла гулять.